Вот. Поработаем с каким-то количеством практик. Ко всей секретной части приступим уже на закрытых занятиях. Вот. Значит, ну, долго думал о том, какой сделать курс, чтобы был не только полезный, но и приятный. Вот. Эту анахату решил сделать не только полезной, но и приятной. Значит, что меня натолкнуло на идею углубленного курса анахаты? Во-первых, так или иначе, многие получились и к нему готовы. Во-вторых, существует какое-то количество ситуаций, которые, к сожалению, повторяются. Вот год от года. То есть многие люди занимаются, у них есть успехи с точки зрения каких-то достижений, улучшается здоровье, решаются какие-то ситуации, они находят работу, они начинают какие-то интересные вещи чувствовать, у них появляется тонкое восприятие мира. Но при всём при этом они не становятся счастливее. То есть именно сами аспекты счастья, радости, настроения, то есть которые некоторые из них, может быть, получили бы, занимаясь психологией или какими-то ещё практиками, так к ним и не приходят. То есть долгие занятия бывают так, что они не увеличивают количество радости в жизни человека. То есть у человека жизнь становится интересней, наполненней, насыщенней, но какие-то проблемы, они так и остаются. Человека там так же колбасит после каждого разговора. Да, теперь он может навести там порчу на себя и своего противника. Значит, человек там вот всё так же расстраивается по каким-то вещам, всё так же как бы его настроение проседает. Да, вот иногда теперь он ещё и колбасится, что он не соответствует высокому светлому образу, там, высшего мага, вот, значит, которому должен соответствовать. И более того, иногда, как это не печально, на почве занятий энергетикой анахатные проблемы усугубляются. Особенно на каком-то этапе. Значит, почему так бывает? Первое, как я уже сказал, у человека есть, значит, какие-то нерешённые проблемы, эмоции он по-прежнему испытывает. Значит, но теперь он ещё и мучается от того, что у него есть эмоции, не соответствующие ситуации, да, что его, как бы, высокий там образ, как развивающегося человека, не соответствует всем вот этим эмоциям. Второе, значит, когда человек даёт энергию в какие-то зоны, где её не было раньше, эти зоны становятся более яркими, да, то есть если вы, как бы, вот, значит, у вас не работают свечи, вы можете не видеть, что у вас дома бардак, но если внезапно, значит, там будет очень яркое электричество, то тут весь бардак становится ясновиден. Да, то есть недаром в кварталах красных фонарей, значит, использовали красные фонари, чтобы скрывать истинный возраст. Когда вы начинаете активно давать, значит, энергию в какие-то зоны, проблемы становятся иногда более видны. Третье, значит, на почве занятий у человека часто улучшается внимание, и он, то есть не вследствие того, что стало много энергии, то есть просто теперь он лучше различает какие-то состояния, становится к ним чувствительным. То есть если раньше человек с этой дисгармонией жил, теперь, как бы, ему тяжелее с ней справляться. Значит, четвертая ситуация на почве занятий у человека увеличивается чувствительность и взаимодействие, которое раньше было для него нетравматичным, теперь, как бы, он воспринимает некоторый посыл, как энергию, вот, и, как бы, более, что ли, остро на нее реагирует. Пятое, по мере развития вскрываются, как бы, часто какие-то задачи, которые нужно преодолеть. И, наконец, шестое, значит, очень многие учащиеся живут в парадигме, что нужно как можно быстрее, там, добраться до верха. Значит, как, вот, хотя добраться до верха, как бы, скорее нужно добираться, как в мультике «Крылья, ноги и хвосты», где говорилось лучше день потерять, зато потом за пять минут долететь. Поэтому, то есть очень многие начинают перегонять как можно больше энергии в какие-то верхние зоны. Значит, и, соответственно, от этого анахата обнуляется. Вот, и, как бы, человек испытывает целый ряд проблем. Это я, как бы, все про важность. Надеюсь, вот, вам понятно, зачем я это рассказываю. Вот, значит, те, кто со мной знакомы меньше, если есть тут такие из присутствующих. И, как бы, то есть, если вам кажется, что слишком много юмора, напишите, его будет больше. Если слишком мало, опять же, напишите, постараюсь добавить больше. То есть, мне кажется, что так проще объяснять. Если что-то непонятно, тоже пишите, задавайте вопрос. Значит, наконец, работа с анахатой. Интересно еще вот чем. У большинства практиков, которые приходят учиться ко мне, и, скажем, основное, ну, как бы, максимальное количество энергии, то, что мы называем в парадигмах нашей школы, так сказать, основное место фиксации, примерно находится между манипурой и анахатой. Ну, там, верх манипуры, в хороших случаях низ анахаты. Соответственно, когда практик начинает раскачиваться, он загоняет какое-то количество энергии, там, сказать, или с анахаты, где ее не обязательно очень много повыше, и она проседает, или загоняет много энергии на анахату. И после этого, когда он работает, то есть, по этой самой прекрасной анахате идет отдача. Соответственно, задача – уметь избегать всех этих проблем. И это одна из задач. Понятно ли все то, что я сейчас рассказал? Сталкивались ли вы с этим на своем опыте? Ну, то есть, я думаю, что, как бы, я действительно здесь сказал что-то, что вы видели или у себя, или у других. Значит, следующее. Поэтому в какой-то степени проработка анахата становится достаточно важной задачей не только для дальнейшего продвижения, она становится важной задачей для просто повседневного качества жизни. То есть, ну, что толку иногда, если человек… То есть, нет, толк всегда, конечно, есть. И так или иначе, люди, занимающиеся там долго, они часто, то есть, теперь быстрее выходят из негативных эмоций, что-то лучше осознают, с чем-то лучше справляются, но осознания, к сожалению, недостаточно. Я очень много говорю о ценностях осознания. Осознание – сокровище – это одна из самых важных вещей, которые у нас есть. Но одним осознанием нельзя поработать и решить все задачи. К осознанию должны прилагаться действия, должна прилагаться воля, должны прилагаться эмоции. Дальше. Эмоции, и как бы особенно эмоции уровня анахата, это некоторое топливо, без которого человек там, ну, сколько-то живет, но на каком-то этапе вот портится, и как бы перестает развиваться. Значит, так или иначе, на что у нас вырабатываются эмоции? То есть эмоции – это некоторая батарейка, которая является одним из важных компонентов вашей мотивации. Без какого-то количества эмоций вы перестаете двигаться. То есть, ну, можно там действовать как-то по необходимости, но так или иначе эмоции являются топливом. Эмоции вырабатываются у вас как реакция обычно на достижение каких-то целей, на оценку достижения или недостижения цели, то есть, да, как реакция на какие-то ситуации, но часто эмоции, большая часть будет связана с целью достижения, целью недостижения, прогнозированием достижения цели. Значит, цели же, которые у вас есть, часть из них завязана на биологические потребности, значит, и базовая, и социальная часть завязана на ценности. Что происходит, когда человек начинает продвигаться? Когда человек начинает продвигаться, ему зачастую рассказывают и задают некоторую систему ценностей, которая не является еще полностью его, то есть он не может жить только этими ценностями. Соответственно, ну, простой пример. Значит, вот у человека там раньше, значит, была там какая-нибудь мотивация, да, там с кем-нибудь там поругался, победил человека там, значит, в вербальном конфликте. Значит, там зашел на форум, там и всех затроллил. И как бы на душе хорошо и приятно, да. Чтобы лучше троллить, пошел изучил риторику, изучил техники боевого НЛП, познакомился с техниками, значит, воздействия сознания, мы теперь как бы троллить на форуме всех, и все хорошо. И тут, значит, с дуру, вот, вроде бы хотел вот так троллить людей дальше и радоваться, и быть счастливым. Но ему говорят, чтобы всех троллить совсем хорошо, развейк ты себе Аджну и Вишут Хачаку. Человек, значит, начинает развивать себе там Аджну и Вишуту, и для этого, значит, начинает он туда лезть, перебрасывает туда энергию с анахатой. Анахата у него, не буду лучше пытаться рисовать, как бы, вот оставлю себе лучшее мнение, значит, анахата у него обнуляется, человек понимает, что предыдущие занятия его не радуют, а новых радостей для этого уровня у него нет. В результате и на новом уровне он не удерживается, но хочется, и на старом ему теперь как-то не очень уютно. Я думаю, большинство из вас как бы с этим сталкивалось, когда человек начинает понимать, что социальная жизнь — это суета-сует, то есть как бы на верхних уровнях достаточно целей и ценностей еще не наработаны. В результате удержаться как бы на этой зоне оказывается тяжело. Понятно это все? Вот, в общем, наши задачи — как-то все это проработать. Значит, есть ли до сих пор вопросы по тому, что я рассказал? Так или иначе, с зон Манипура анахата у вас будет уходить большая часть энергии на вашу магическую работу. Значит, следующее. Когда мы говорим с вами анахата, надо понимать, что мы имеем в виду. Большое количество людей сегодня, сегодня все, значит, читали, что чтобы активировать анахату, нужно представить в груди зеленый шарик, и будет вам счастье. Вот, будет счастье и тепло. Проблема в том, что когда люди говорят, что они работают с анахата-чакрой, на самом деле неизвестно, с чем они работают. Значит, на чакру человек, большинство людей, незнакомых с основными принципами настройки на чакру, настраиваются на чакру через ее проекции. То есть ее проекции, какие-то зоны тела, с которыми чакра связана. То есть некоторые, как их называют, локосы, топосы, там, в общем, зоны тела, то есть где возникают определенные энергетические ощущения. Значит, и при фиксации на этих зонах, то есть там возникают как бы дальнейшие ощущения, какие-то энергетические феномены. Так вот, когда человек настраивается на какую-то зону, которая является проекцией анахаты, он не всегда понимает, на какой слой этой анахаты он настраивается. Каждая чакра представляет из себя многомерный объект. То есть многомерный объект, значит, который имеет разные свойства на разных частотах. То есть анахата чакра может иметь свое представительство в физическом теле. Это сердце, как бы определенные, там, сказать, зоны органов дыхания. Да, там, работает там с вилочковой железой, которая атрофируется, конечно, у взрослых большей частью, но, так сказать, вторично. Анахата имеет свое представительство в эфирном теле, то есть не только физическом. То есть это как раз та энергетика анахаты, которая будет отвечать за ряд зон иммунитета и, собственно, обеспечивать здоровье сердечно-сосудистой системы. Анахата будет действовать на уровне астрального тела. Там она будет отвечать за эмоциональную жизнь и будет отвечать, как бы, за целый ряд способностей, и, в частности, там, способностей вообще совершать любой выбор. Я этого коснусь немножко позже. Поэтому, когда человек говорит «я работаю с анахатой», вообще непонятно, с какой зоной анахаты он работает. Каждая чакра создает свое специфическое энергетическое тело. Тело анахаты – это то, что мы называем душой. Не в смысле душа, как реинкарнация, а как бы, чтобы отделить, как бы, вот именно душевную жизнь от монады. Вот. То есть, мы называем душой, когда мы говорим, то душа радуется или душа печалится. Да. То есть, некоторые именно эмоциональные слои нашего сознания, то есть, которые могут действовать достаточно автономно. То есть, мы вполне можем различать у себя отдельное действие физического, эмоционального и ментального. То есть, вот, и мы можем чувствовать, что в нас присутствует некоторая часть, имеющая свои потребности. Отличные от сексуальных потребностей, физических просто потребностей, там, ну, отличные от потребностей во власти, отличные от потребностей в познании. какие-то свои потребности которые вот хочет чего-то если это чего-то ей дать то вы чувствуете что нам хорошо говорим душа радуется при том а значит вот это как бы тело можно рассматривать в каких-то случаях как самостоятельную сущность понятно ли это когда мы говорим что есть люди умные люди душевные то есть есть разница вот эту аспект да можно попробовать по 17 аркану но душу это не запитает вот сколь угодно значит сколь угодно себя по 17 аркану мы получаем жизненную энергию это запитывает некоторые слои души но душу это так не запитает сколько человека по 17 арканом не корми вот с тем что его кто-нибудь обнимет там важно ему и скажет я тебя люблю ты лучший на свете то есть это разные виды энергии 17 аркан вот в энергию любви не превращаются увы да то 17 аркан получить можно там любой может научиться настраиваться а вот и и вот прошу прощения как бы меня с некоторой особенности моих взаимодействий с техникой где бы я ни был какая бы ни была техника практически всегда интернет хоть сколько-то раз выпьет кстати программе тимспик почему-то было не так вот чем сложнее как бы видеопрограмма тем вот тяжелее на реагирует как бы на магового воздуха ну вот ну вот ну вот ну вот что поделать благо в нашем мире их не очень много и они умеренно могущественны поэтому вся эта техника хоть как-то работает заговорил про любовь так вот к сожалению есть представление что вот я там сказать возьму на подзаряжаюсь и как бы душу просто там напрямую возьму там и энергиями запитая нет так оно не было бы вот поверьте мне я думаю вы видели огромное большое количество людей занимающихся эзотерическими практиками вот просто взять и себе зарядить вот так чтобы внутри возник высокий уровень радости которая была бы настоящая радость и мотивировала жить вот просто так обычными техническими средствами это не решишь это можно решить но это не очень просто простым 17 арканом 15 арканом и вообще арканами вы тут так линейно не обойдетесь не совсем радиотехника хотя до подзарядка влияет можно но не так примитивно не так просто иначе бы все ходили как в состоянии непрерывного счастья там прошел на мото дерево значит и весь день радуешься вот это самое понятно то что я говорю поскольку занятие открытое то есть у нас тут то сколько теорий там значит и теперь вот какая не последняя крайняя я надеюсь значит следующее смотрите когда мы говорим про так называемую душу на самом деле в человеке мы выделяем эти души 2 и мы как бы можно выделить в анахате 2 или 3 зоны две зоны активны у всех третья зона активно у небольшого количества людей и как правило активно только у практик на каждом занятии как бы как вы знаете там сказать любой уважающий себя там представитель эзотерической традиции должен объяснить чем маги лучше людей вот вот значит это продакт плейсмент в этом месте значит вот это как раз значит так вот тело анахаты которое проявляется в вас иногда как некоторое ну самостоятельное сознание будем говорить не сознание но как что то что в вас самостоятельно реагирует имеет какую-то самостоятельную жизнь то есть мы рассматриваем мы можем рассматривать себя вообще как некоторую совокупность сущностей далеко не все у вас но это понятно ваша личность ваш кишечник как бы реагирует часто вообще независимо от вашей личности очень хорошо да то есть у него какое-то может быть свое настроение свое мнение по поводу того что вы съели ваш там социальный центр значит тоже реагирует часто особенно в юности надеюсь что учеников нашей школы в любое время тоже часто независимо от как бы вашего сознания и вы обычно же не решаете своим сознанием что вот сейчас как бы у меня возникнет кому-то там сексуальный интерес он как-то сам с этим справляется вот как правило без вмешательства вашего ментала и даже лучше это делает пока вы туда менталом не лезет вот значит ваш как бы манипура как некоторая тоже можно сказать зона сознания тоже решает как бы потребности в иерархии власти как бы территории обладания как бы вы не опять же не всегда решаете это головой личность на самом деле принимает не так много решений вот и как бы опять же в этом нет ничего плохого дальше когда начинает развиваться анахата вы можете выделить в ней три зоны первая зона так называемая нижняя душа связана с верхом манипура низом анахаты значит это тот слой вашей личности который резонирует с животным менталом в частности с менталом млекопитающих вот если кто-нибудь из вас там смотрел на котенка аксолотля улитку там больших пауков кау там людей да то есть ну если вы считаете людей за милых зверушек значит то иногда вы чувствуете вот вы на это смотрите вас что-то развернулось вы же не решали что сейчас вас будет мими и ваше общение с животным оно протекает иначе чем общение с человеком вы редко хотите значит чтобы животное рассказала вам что вы лучшие на свете и самые умные чтобы сказала что оно вас уважает вы зачастую не обсуждаете с животными канта и редко играете с ними в шахматы вот а какое-то общение с ними происходит с животными с маленькими детьми то есть вы чувствуете что эта зона это вполне то есть можно сказать ну как автономный участок имеющий свой характер свое поведение свои решения согласны ощущали что то подобное этот слой можно развить он используется в целом ряде магических практик если это так называемая нижняя душа долгое время вы ее не кормите вот вы тоже это часто ощущаете дальше есть то что мы называем вот вашей там душевной жизнью вот когда вы говорите душа чего-то просит вот выпить и дать кому-нибудь по морде да душа просит значит это примерно понятно да то есть там сказать ваша обычно слой вашей эмоциональной жизни и есть слои которые завязаны на резонанс с вашими верхними телами то есть зоны через которые вас проявляется дух зоны через которые вас могут возникать эмоции которые вообще людям не свойственны вот у людей есть какой-то набор эмоций вот но кроме эмоций свойственных людям как бы есть эмоции как бы еще которые возможны и как бы часть этих эмоций свойственны только практикам каких-то духовных путей будь то там монахом мистиком или маком значит при этом эти эмоции которые возникают они не похожи то есть какое-то сходство с привычными эмоциями могут быть но некоторые могут быть значит не похоже на них совсем например значит например это вот если кто-нибудь из вас изучала глубины там какие-то уровни просто базовую буддийскую медитацию вот говорят о том что вот есть некие три эмоции четыре с которыми работают в буддизме четыре беспредельных вот каруна мудита майтри упекха майтри это некая бесконечная дружественность со всем живым существом да технология развития майтри мы с этим поработаем как-то это похоже на обычную дружественность но поверьте мне бесконечная дружественность ко всем живым существам и просто то что вы называете дружественностью это разные вещи просто человеку пока он это не пережил вы не можете объяснить на самом деле человеку вообще почти невозможно описать эмоцию эмоцию можно пережить попробуйте описать человеку у которой не знает что такое гнев что такое гнев вы не можете описать гнев через какие-то более базовые вещи или вы не можете описать радость тому кто радость не испытывал да никак то есть описать человеку эмоцию которой у него нет вообще не представляется возможным то есть тяжелее чем описать устрицу что такое ходить для этого вы не можете это описать но вы можете дать способ это пережить то есть так вот так называемая бесконечная любовь бесконечное сострадание скажем бесконечная со радость за других существа и например абсолютная равностность к ним которая как бы тоже особое состояние вот люди этого не испытывают на самом деле высших эмоций их больше чем четыре и просто в буддизме работают с четырьмя поскольку они работают в рамках их идеи освобождения проявляются вот такие четыре и больше не надо а нам иногда надо больше то есть ну скажем некоторые эмоциональные будем говорить так у вас существует как бы много тел есть так называемое тело сахасрары которая имеет свои аспекты в частности она связана с некоторыми вашими аспектами не личностными над личностными с тем что мы называем иногда там непонятным словом ту коротким но непонятным словом сейчас не нужно разъяснять что это такое будем говорить так что вас присутствуют некоторые аспекты более развитые чем вы значит да кстати по поводу освободиться мы вообще не статус я рассматриваю магию как путь свободы но не свободы в буддийском смысле освобождения есть разные виды свободы не обязательно что все должны следовать одному так вот когда верхние тела то есть над личностные проявляются в вашей жизни они почти всегда проявляются через связь с эмоциональным телом то есть как ценности идеалы уже объяснял проявляются в вашей жизни через эмоции если вы не реагируете эмоционально на идеал то это не идеал вы не можете сказать о свобода это мой идеал но мне она пофиг да то есть нет то есть если человек когда человек контактирует с духом он испытывает состояние которое вы называете вдохновение вдохновение не похоже на остальные базовые эмоции вдохновение это не совсем радость не совсем гнев не совсем раздражение это что то еще и на самом деле все верхние смыслы резонируя как бы с определенными слоями анахаты могут порождать новые эмоции если вы работаете с определенными аспектами верхних миров которые мы называем божествами то контакт с божествами на верхах анахаты рождает у вас новые эмоциональные состояния когда мы говорим новые эмоции мы говорим не только о базовых эмоциях эмоциональную сферу традиционно делят на эмоции чувства и настроения эмоции обычно краткосрочные чувства могут быть долгосрочные настроение вообще могут пронизывать всю жизнь человека и вообще как бы анахата интересно с ней не только эмоции как бы анахата сильно действует именно взаимодействовать с тем, что называются ваши чувства. Так вот, на каком-то этапе при развитии у вас возникают новые чувства. И, например, когда человек живет на анахате, он сильнее связан с вишутхой. Вишутха сильнее связана с миром Тиферет и определенными верхними слоями. И у человека меняется этика. То есть человек начинает действовать больше иногда не по простым этическим категориям, а по эстетическим. То есть он не говорит, это плохо или это стыдно. Он говорит, это неэстетично или негармонично. Даже не просто некрасиво, но вот неэстетично. То есть можно там убить Васю, но вот вы не чувствуете в этом личной гармонии. Вы говорите, как вы это переживаете неэстетично. Ну вот неэстетично, неэкологично я бы за это слово убивал. То есть оно, простите, оно настолько изъедено, и сегодня им все используют. То есть не очень понимаю иногда, что такое экология. Экологично, в принципе, слово гармония хорошо. То есть экологично, в принципе, да. Но по сути знает то же самое, что это нарушает некоторый внутренний гомеостаз. Вот, но, то есть мне кажется, что, то есть, скажем так, тут немножечко иначе. То есть когда говорят неэкологично, подразумевает, что введение этого, значит, может вызывать какие-то противоречия, как на уровне верха, так и на уровне низа. Да, то есть когда мы говорим про негармоничный, я считаю, здесь более сильно подчеркнуты контакты с верхом и эстетикой. Да, то есть, ну вот, да, то есть или внешнее, да, то есть или там внешних взаимодействий. То есть неэкологично больше может быть связано как с некими сложными верхними эмоциями, так и просто со сторожевым вниманием. Сторожевое внимание просчитало, что это действие приведет к чему-то плохому, и как бы заблокировало. Ну, тут можно пользоваться этим словом. Вот, просто сегодня им пользуются все, как не лень. Вот, поэтому лучше использовать иногда свою терминологию. Вот, хорошо. Вот, значит, итак, понятно все вышеперечисленное? Мне скучно, ребят, потому что, может быть, я там описываю вещи, которые вы давно знаете, но мне просто важно, то есть, описать некоторую теорию. Да, вот у меня как раз есть экологическое образование. Так, теперь давайте немножко пройдемся по темам, которые я хотел озвучить на этом курсе, и приступим к практике. Вот, хорошо. Все видно и слышно, сейчас намного же скопируем. Скопируем сюда ряд тел. Значит так, анахата занимает особое место в системе взаимодействия чакр и тонких тел, поскольку именно через анахату, можно сказать, верхние тела связываются с нижним. Поэтому анахату всегда важно рассматривать в том, как она взаимодействует и соединяет, то есть не зря это серединный центр, и соединяет как бы все центры друг с другом. Поэтому на этих, значит, занятиях мы будем рассматривать что? Ну, базовые продвинутые способы активации анахаты. Какие-то вы знаете. С какими-то способами мы еще не работали. Мы мало работали с активацией анахаты за счет божеств, мы не рассматривали, как активируют анахаты еще некоторые виды энергии, то есть арканных энергий, то есть как бы коснулись не всего. Значит, дальше. Понятно, что мы рассмотрим основные свойства анахаты, то есть это делается по общему алгоритму чакр, то есть некий общий алгоритм чакр, кто знает, как я преподаю, то есть здесь не отменялся, но будут дополнительные. Вот, то есть как анахата взаимодействует с сердечно-сосудистой системой, с системами дыхания, с иммунитетом. Вот. Мы рассмотрим, значит, так за счет этого улучшать функционирование сердечно-сосудистой системы, какие-то простые практики. Дальше. Анахаты, как я уже и говорил, у людей травмируемая зона. То есть у людей как бы какое-то количество центров травмируется, теперь не так много людей с тяжело травмированной аджиной. Люди с тяжело травмированной аджиной обычно как бы сидят себе в психиатрических лечебницах или сахасрарой, вы с ними не имеете дела. Значит, люди тяжело травмированные муладхарой, ну как-то просто лечатся. Вот, да, там медикаментозно, хирургически, по-разному. Люди с тяжело травмированной свадхистаной бывают, но как бы обычно там, в общем, то есть свадхистану травмировать, вот именно свадхистану, энергетику, не просто там систему мочеполовую, а свадхистану травмировать не так просто. Манипура травмируется на раз и постоянно. Вишутха травмируется часто в эмоциональном слое, да, то есть вот. И анахата травмируется у людей регулярно. Значит, не то, что все люди с травмированной анахатой, и не то, что все травмы надо лечить, но как бы научиться с ними работать интересно. То есть поэтому на анахате могут возникать эфирные травмы, и это больше свойственно занимающимся магическим практикам. И анахаты, значит, могут возникать астральные травмы, то, что мы называем эмоциональные блоки. Вот, и не только. И астральные травмы делятся на несколько категорий. Первый тип астральных травм – это вы с человеком там плохо поговорили, провзаимодействовали не так, чувствуете, что от вас что-то отъели, вы что-то приняли, или вы очень старались что-то сдержать, и от этого поплатились. Это поверхностные повреждения. Могут быть глубинные деформации, да, то есть вам в детстве там не купили велосипед, вы из-за этого страдали. В прошлой жизни, вот, значит, там, долго сверлили, значит, там, вашу анахату тупым сверлом, и, значит, это тяжелое переживание вы пронесли через все воплощения. Ну, то есть, скажем, глубинные деформации – это то, от чего у человека не просто меняется чувство и настроение, но меняется паттерн реагирования на что-то. Некоторые имеют кармическую природу, некоторые имеют некармическую природу, вот, и, вот, понятно, да, то есть, вот, и, как бы, есть способы работы с поверхностными анахатными травмами, есть способ работы с глубинными деформациями. На предыдущих курсах мы практически не работали с глубинными деформациями. Кто мне может сказать почему? Оссоразыкранировка – это формы травмы ажны или сахасра. То есть, вот, и разыкранировка обычно приводит к или проблемами, которые лечатся эзотерическими способами, или с проблемами, которые приводят именно к тяжелым психическим проблемам или легким психическим проблемам. Но обычно, скажем так, тяжелые травмы ажны, если, так сказать, сильная разыкранировка, если она не была результатом поверхностной практики, то эти люди, как бы, получают лечение от квалифицированных специалистов. То есть, скажем так, это не самая частая травма. Результатами разыкранировки бывают травмы, которые очень тяжелые. Поэтому, то есть, обычно они заметны. И будем говорить так, к счастью, эта травма встречается не с каждым. То есть, снять частичную экранировку ажны – это то, над чем мы работаем. А вот убрать разыкранировку, если она наступила, мало кто это умеет. Значит, задача вот какая. Нет, дело не в том, что не тот уровень учеников. Обычно наши занятия, они были в пределах, там, 5-10 занятий по анахате. Если мы начинаем работать с глубинной травмой, всегда есть шанс, что это глубинная травма. То есть, вы, как бы, можете просто так, там, бросить человека, который с этим работает. Значит, или человек, там, начал ее прорабатывать, курс закончился. Или с ним потом надо дорабатывать, как бы, да, каким-то, там, частным образом. Вот, значит, просто потому, что некоторые вещи, как бы, лучше не трогать. Да, то есть, там, это, как бы, иногда, как задевать генеральную уборку. Сейчас у нас курс будет длинный, и можно будет поработать с глубинными деформациями. Ну, кроме того, что глубинные деформации иногда непросты, некоторые лучше не трогать. Вот, хорошо. Дальше. Значит, поскольку анахата чакра травмируется и травмируется в эмоциональных взаимодействиях, то, то есть, анахату надо уметь защищать. Дальше. Значит, те, кто лазит в тонкие миры, вот, у них, как бы, на анахату возникает больше нагрузки. То есть, да, ну, представьте себе, этот человек, там, занимается боевыми искусствами. Вроде бы, у него там становится защитой лучше, но поскольку он спаррингует регулярно, то и травмы у него бывают часто больше. То есть, поэтому, как бы, здесь умение, значит, защищать анахату, то есть, оно становится достаточно важным. И какие-то методы защиты анахаты мы разберем. Как я уже сказал, анахата в аспекте и высшей души, и, как бы, индикатором ценности является органом связи с высшими телами. И, как бы, в анахате могут отражаться. То есть, ценности и идеалы, мы это как-то разбирали. То есть, мы больше поработаем с этим в этот раз, с формированием структур, связанных с отражением ценностей и идеалов в анахате, и как за счет этого выстраивать внутренний стержень. Это понятно. Есть какие-то вопросы. Что такое разокранировка? Значит, ментал человека, человек обычно, его ментал, можно сказать, как-то замкнут и не очень воспринимает внешнее ментальное пространство. Чтобы человеком ментал начал, ну, вступил в контакт с внешним миром, не через органы чувств и не через просто отражение внешнего мира в своем сознании напрямую. У человека должны быть или определенные способности, или он должен проделать некоторую практику, или такая, значит, его естественная изолированность от внешнего мира может быть нарушена в результате приема препаратов, изменений каких-то гормональных, каких-то условий или психической болезни. Это называется разокранировка. Поэтому, то есть, вот можно сказать, разомкнутый ментал – это свойство, которое вы почувствуете от магов и иногда от психически больных. То есть, у человека всегда есть внутренний и внешний мир. Для мага внутренний и внешний мир смыкаются. И это отличие смыкания внутреннего и внешнего, оно достаточно ключевое. К чему оно приводит? Технически, смотрите. Значит, человек обычно старается, обычный человек, изменить свое внутреннее состояние за счет внешних средств. То есть, вот, вам грустно, вы пошли там, подарили, значит, девочке цветочек, разбили врагу, и написали врагу там гадость во Фейсбуке. Вы использовали внешние средства, чтобы повлиять на свой внутренний мир. Для мага внешний и внутренний мир смыкаются, и он непосредственно понимает, как его настроения и особенно тайные желания отражаются на внешнем мире. Он рассматривает себя как отражение мира, то есть, свои эмоции он рассматривает иногда как отражение мира не только через реакцию, но и напрямую. То есть, вы считываете, допустим, какую-то вероятность, что там завтра, значит, инкассаторская машина забудет где-то мешок с деньгами. И внезапно вы испытываете радость, хотя непонятно с чего. Вы иногда испытываете печаль, потому что у вас там развивается эмпатия, и вы чувствуете чужую печаль. Да, или вы чувствуете какую-то дисгармонию внутри себя. Значит, и, наконец, вы понимаете, что, меняя свое внутреннее состояние, вы можете менять внешний мир. То есть, это не какая-то философия, там, прийти в хорошее настроение, и твой внешний мир изменится, хотя зачастую это так. Для вас это происходит технически, потому что вы живете по другим законам. Эти законы, они, как бы, для людей, в общем-то, верны, но для магов они, как бы, особенно верны. Вот, значит, понятно ли, технически, к чему приводит позиция вот этого разомкнутого ментала? Я разделяю, как бы, разомкнутый ментал, как бы, да, и разэкранированный. Да, тут разэкранированный, это обычно результат деформации. Все маги немного психи. Нет. И даже не все психи немного маги. Вот, ни то, ни другое. Вот, просто, вот, То есть, определенные свойства в чем-то могут быть похожи. Хорошо. Значит, давайте двинемся дальше. То есть, у всех сегодня, все не устали, есть время. То есть, я, может быть, там, первое занятие. Я расскажу теорию, чем мы будем заниматься, и потом попрактикую. Ясно. Кто у нас под инициалами тики? Люди редко выбирают только инициалы. Если будут вопросы, тогда пишите. Значит, итак, смотрите. То есть, какие-то аспекты я, конечно, затрагиваю на предыдущих курсах. Вот, какие-то аспекты я буду давать иначе, вот, или буду давать аспекты, с которыми мы не работали. Например, то есть, мы обычно не рассматривали глубоко механизм мотивации, как, собственно, эта самая анахата является топливом для событий. Мы мало рассматривали связь анахаты с аджной, то есть, как анахата проявляется во взаимодействии с намерением и взаимодействии с интуицией. А связь тут самая прямая, потому что в огромном количестве случаев, то есть, именно анахата является способом, которым вы считываете, например, будущие события. Значит, будем говорить так. Как в больших случаях вы знаете, что куда-нибудь не надо ехать? Вам становится реально неприятно. Вдруг он стал неприятно на душе. Это может быть физическая боль, и вы чувствуете, что он становится плохо. Вот это чувство «нет, не надо, не делай этого». Идет негативная эмоция. Как вы чувствуете, что у человека хорошая ветка? Есть чувство легкости и радости. В большом количестве случаев вы не обязательно видите конкретные события. Более того, видеть конкретные события, иногда это, значит, не лучший способ понять, надо или не надо идти человеку на какую-то ветку. Пример. Значит, к вам приходит клиент. В парадигме нашей школы, значит, клиентов называют, можно сказать, обычно словом «Вася». Благо за все годы обучения у нас был всего лишь один ученик «Вася», и он как-то не травмировался этим обращением. Вот пришел к вам клиент. Говорит, хочу, значит, там пойти в программирование. Стоит ли мне это делать? Буду ли я там, значит, хорошо ли мне с этого будет? Вопрос, как он сформулировал запрос. Вы смотрите, настраиваетесь на ветки, и у вас возникает образ, что этот человек сидит там за компьютером, у него там даже там, не знаю, потом образы квартиры и машины. Значит ли это, что ему надо в эту ветку? Не обязательно, правильно? Или человек говорит, там выйду ли я замуж, если, значит, начну там ходить, посещать все игры, что будет и когда. И вы, значит, видите там кольца Мендельсона, какие-то образы у вас выпадают на картах. Непонятно, будет ли, вы только можете сказать «Да, ты устроишься» или «Да, ты выйдешь замуж». Но вы не скажете, будет ли человек вот этого хорошо. Другой вариант вы не видите. Конкретики, но у вас возникает очень приятная эмоция. Скорее всего, вы считали эмоциональное состояние человека в той будущей ветке. Именно анахата становится индикатором, часто более надежным, чем просто какие-то картинки событий. Потому что картинки событий еще не показывают, что вам от этого будет хорошо или плохо. Да, того Васю все называли все время другим именем, я его не мог называть иначе, чем Алексеем. Хорошо иметь два имена. Что хочет сам Вася, вам еще неизвестно. Вася может хотеть, Вася может не очень знать, чего он хотеть. Но анахатой вы считываете в будущих ветках эмоциональное состояние Васи. То есть вы видите, вы говорите «Я не знаю, что ты хотел, да, значит, и зачем ты там решил пойти на эту работу или женился на этой женщине. Там тебе хорошо». По крайней мере, вы знаете, что человеку там будет хорошо. Всегда надежнее работать с состоянием, чем с просто событиями. Потому что события неизвестно, как они отразятся. Никто не хочет просто так событий. Все хотят от событий каких-то ощущений. Да, то есть машина, но будет ему не в радость. Или работать ему будет столько часов, что там со всеми перессориться. Неизвестно, да? Значит, дальше. То есть мы поработаем конкретно с душой. С тем, как конкретно не просто анахату. Вот ту часть Вас, которая там радуется развивать, ощущать, как некоторую сущность и что с ней можно делать. Значит, мы поработаем с такими аспектами, как искусство истинных пожеланий. То есть, значит, зачастую, чтобы ваше желание сбывалось, значит, в него надо вложить правильным образом анахату. Большинство людей могут правильным образом вкладывать анахату в основном в негативные пожелания. Более того, негативные пожелания, зачастую, которые вы кому-то произносите без определенного настроения, не получаются. Практически никто не может угробить человека, которому искренне не хочет угробиться. Да, или сделать человеку гадость, если вы не хотели. И наоборот, вот пожелание, в которое вы вложили импульс, вот, и потом его достаточно тяжело отменять. Значит, вопрос такой, как пользоваться этими пожеланиями для других, для себя. И как уметь вырабатывать положительные желания, той же мощи, что и отрицательные. Как с этим работать и что такое принцип огня на анахате, то есть именно присутствие в настоящего времени, как работать в импульсе. То есть я хотел разобрать вот эти аспекты. Да, соответственно, истинные пожелания, есть всегда еще аспекты, как сделать так, чтобы ваше пожелание слышал мир. Ну и какие вообще есть работы через душу, взаимодействия. Вот, значит, на уровне вот этих тел, то есть на каком-то этапе вы можете чувствовать тело анахаты, ну, как некоторую оболочку, то, что мы называем душу, как некоторую сущность. И можно не просто синхронизировать друг с другом анахаты, но вступать этими сущностями в контакт, вот, до определенного слияния. Вот, значит, это как раз то, что иногда в романтической поэзии называется слияние душ. И большинство людей, я думаю, ну, не знаю, как большинство, возможно, здесь всем везло, и все испытывали неоднократно. Вот, но, то есть, многим с тем, с кем я сталкивался, так и не доводилось. Значит, души, как раз как тела анахаты, они бывают не только индивидуальны, что интересно, что, как бы, души бывают коллективные, и есть определенная работа с тем, что мы называем душа мира. Значит, также, как бы, что такое коллективные души, вы с этим сталкивались, представьте себе, значит, вы пришли там, ну, на какое-нибудь торжественное мероприятие. Значит, там, не знаю, вы пришли там, на какой-нибудь футбольный матч, там, родная команда выигрывает, стадион запомнил чем-то. Да, с одной стороны, все они становятся эгрегором, да, тут есть некий эгрегор, там, болельщиков, но эгрегор – это ментал. И то, что вы обычно чувствуете, вы можете чувствовать сознание, но обычно, как бы, вы чувствуете не только сознание, но и некое большое эмоциональное тело. И вот с этими большими эмоциональными телами можно работать, потому что, вот, есть, как бы, свои, они не всегда долгосрочные, но с тем, что мы называем коллективными душами, есть своя работа, и она очень продуктивна. Мы это, по-моему, почти никогда не разбирали. Если искренне гадости никому не хочешь, значит, как мстить, есть такой простой секрет. Вы заводите сколько-то друзей маков, которые к вам хорошо относятся, и рассказываете им, как вас кто-то обидел. Значит, и дальше они все сделают за вас. Самый лучший способ, проверенный. Но если мы говорим про техническую часть, я расскажу. Если вдруг есть задача, как отомстить кому-то, когда отомстить ему не хочешь, достаточно странное, но надо в педагогическом смысле. Да не надо иногда никому мстить. То есть, да, в чем-то сказать, там, мстить, как бы, людям специфическая задача, разве что вас очень радует. Но иногда, как бы, вы должны, как бы, с человеком каким-то поступить так, чтобы он больше не мог проявить, там, неприятного поведения. Да, то есть, там, допустим, какой-то человек, там, не знаю, у меня были, значит, там, случаи, когда у моей наосновной сестры, там, какие-то злые люди, значит, украли сумочку, там, в которой, там, была расческа, там, какая-то, там, со школы, которая она хранила, еще какое-то количество памятных вещей. Значит, она человек такой очень добрый, то есть, в принципе, там, человек совершенно удивительных магических сил, но добрый. И она бы им сама, возможно, ничего не желала, просто бы расстроилась. Но дело не в том, что надо этим людям мстить, надо делать так, чтобы эти люди больше никого не обидели, а вещи вернулись. Поэтому вы отправляете определенное пожелание, через какое-то время этих людей, там, уже задерживает полиция, серьезное правонарушение, и больше они никому мешать не будут. То есть, а с точки зрения, поэтому, как бы, то есть, там, боевая магия важная часть нашего развития в социуме, потому что, то есть, мы должны иметь возможность защитить свои интересы, там, своих близких и свои ценности, любыми способами, которые мы выбираем. То есть, если вы знаете, что какие-то люди, там, очень вредные, там, кого-то обижают, да, то есть, там, кого-нибудь, там, приводят, там, каких-то смерти, там, людей, то вы имеете, там, право поступить, там, защищать свои ценности. Если кто-нибудь нападает на вашего близкого человека с ножом, у вас пистолет, вы можете его пристрелить. Если кто-нибудь нападает на ваших близких, у вас магия, вы можете использовать для этих же целей магии, никакой разницы нет. Большинство людей почему-то считают, что использовать магию или технику – это разное. В первую очередь, позиция мага, она в том, что мы не делим мир на магический и немагический. Из серии «А можно ли помогать магии человеку, который не прорабатывает свои проблемы?» Если бы любой стоматолог относился, всегда задаю тем, кто от меня, говорят, человек не готов утработать, вот, могу ли я ему помочь? Не будет ли это неправильно? Это все равно, что стоматолог бы любому, кто приходил, сказал, плохо чистили зубы, кариес, сладкое едите, не буду вам помогать, пока морально не исправитесь. Нет разницы. Вот, да, если как бы нет, разница, понятно? Хорошо. Итак, значит, поехали дальше. Чего мы коснемся в этот раз, чего мы не работали? Как используется анахата чакра во взаимодействиях с миром, то есть как испытывать любовь там не только к людям, как взаимодействовать с миром через анахату именно с тем, что мы говорим с определенными верхними силами, что такое принципы, то есть бхакти-йоги. И мы поработаем в этот раз с тенью. Значит, я всегда опасался работать с тенью на коротких курсах и вообще работу с тенью, вот некоторые люди у нас учатся там много лет, лет 8, некоторые 10, работу с тенью мы практически не давали. Что такое тень? Не только, там сказать, термин используем в юнгианской психологии, то есть в магии он понимается немножко иначе. Ну, хотя юнгианская психология, можно сказать, это магия для тех, кто не хочет использовать слово магия. То есть юнг, мистик, там сказать, практикующий эзотерик, в какой-то степени практикующий спирит, визионер, практикующий маг, который взял, как бы, то есть эти идеи перенес на психологическую почву, вот, и так, по сути, это некоторые магические идеи, используемые, ну, не совсем на своем месте. Вот, значит, мы рассматриваем, что у каждого человека существует какое-то количество реализованных и нереализованных, ну, как бы, событийных веток. То есть есть какое-то количество событийных веток, то есть при каждом вашем выборе в неком многомерном пространстве возникает какое-то количество миров. И что кроме вас, живущих-то, здесь есть какие-то варианты вас, живущих где-то еще. Значит, при этом есть выборы, которые вы совершаете просто на базе, ну, какой-то логики, там, куда-то было неудобно добираться. Есть выборы, связанные в основном с отказом от каких-то сильных желаний, с аспектами того, что вы испугались сделать, запретили, вот, но то что-то, что вас очень притягивало. Вот, вот, вся совокупность сознаний всех двойников на этих несбывшихся ветках, а несбывшихся веток много, вот, именно тех несбывшихся веток, которые связаны были с тем, что вы чего-то запретили себе, не позволили, да? Значит, ее можно называть тенью вследствие ее непроявленности, вследствие того, что она часто пытается прорваться в сознание, и человек пытается ее отодвинуть. Взаимодействие с тенью практически всегда, как раз понятно, происходит через анахату. И эта тень достаточно интересная зона, потому что в этих, у этих параллельных двойников есть качества, которые вы не развили. И в какой-то степени тень, она про другие аспекты я могу. То есть у нас есть разные аспекты, то есть вся магия в какой-то степени, она про увеличение аспекта я могу в жизни. Есть аспекты я могу, связанные с личностью, и личность обычно это то, что ставит ограничения. Есть аспекты «я могу», связанные с желаниями. Часть таких аспектов «я могу», естественно, завязаны на теле. Именно поэтому вас часто привлекают какие-то персонажи фильмов, которые берут и напрямую поступают по своим ценностям. Идут, грабят банк, дают в морду начальнику, который, значит, обижает, и как бы там затевают орки и со всем, что движется. Ну, или наоборот, доделают что-нибудь творческое и креативное. Не совсем, значит, сдвиг в воздух. Частично да, но не только. И как бы вот работа с тенью, она достаточно интересная, но требует определенной предварительной страховки. И как бы это то, что я собираюсь дать на этом курсе, чего я не давал раньше. Ну и, наконец, кроме аспектов работы с тенью и магических, я рассмотрю, как работать анахатой для боевых событий и целительских воздействий. Вот есть много способов использования анахаты в целительстве, то есть там как разной степени эффективности, безопасных для целителя, менее безопасных. Вот, но достаточно важных, которые надо освоить. И, наконец, я все-таки хотел поставить свои задачи, чтобы и те, кто учится давно, и те, кто там у нас недавно, жили в радости. То есть я все-таки, все, что я делаю, это про развитие там трех аспектов. Радости, осознания и свободы, которые как бы в некой силе сплавляются. Так вот, есть аспекты некоторого искусства радости. Есть то, что называется практика вот этой лестницы беспристрастности. Она частично эффективно строится на методологии, которая перекликается с анасападхати, с тхировадинской медитацией, которая ведет к нирване. Мы не хотим попадать в нирвану, нас не интересует нирвана, нас не интересует как бы там абсолютная безмятежность вот с уходом от мира. Мы хотим получить такие уровни блаженства и безмятежности, которые бы позволяли нам эффективнее в мире функционироваться. Поскольку вообще, то есть человек развивается так или иначе, следуя за определенными желаниями, поэтому слишком раннее преодоление желаний для большинства людей не является инструментом эволюции. Так вот, кроме того, существует энергетическая работа, зарождающая так называемые четыре уровня блаженства. То, что разбирается, например, в Туму и в шести йогах на Ропы. Мы это раньше не рассматривали. К чему такие практики приводят? Они приводят к зарождению некого ядра радости. И человек в таком состоянии носит в себе некую постоянную позитивную эмоцию. То есть состояние эмоциональное обычно всегда уходит, всегда меняется. Но представьте себе, что в вас живет некое блаженство или радость, которое просвечивает вот через все. И тогда у вас есть как бы два слоя эмоций. На одном слое эмоций, внешний, вам может быть сейчас, не знаю, раздражено, грустно, плохо, весело, радостно, но внутри, да, то есть у вас как бы вот всегда как бы вот там светит солнышко. То есть там над землей могут быть облака, но вы знаете, что это солнце есть, при том, что не только знаете, но и все время это чувствуете. Значит, это потребует некоторой постоянной практики. И из моих исследований в последнее время, думаю, что мы нашли методологию, которая позволит с высокой эффективностью добиться этого у большинства окружающих. Это как бы про того, чем мы собираемся заниматься на этом курсе. Есть ли какие-то вопросы по темам? Про обеты и их связь с душой. Давайте. Обеты больше связаны не с душой. Обеты, они... То есть надо понимать, мы говорим про обеты или про клятвые. Обеты довольно любопытная штука. Она как раз связывается с телом Сахасрары. И через тело Сахасрары может оказывать влияние на душу. Обычно как бы любой обет порождает сильную тень. Если это обет себя ограничивающий. Ну, многие обеты. По-разному. Это в зависимости от человека. Если дал обет освобождение, а потом передумал, обычно никаких проблем с этим не будет. Нет, это может отразиться как бы там кармически. То есть нарушение обетов может кармически отражаться, но как бы может на анахате его никак не влиять. Я знал какое-то количество людей, которые вроде бы там давали монашеские обеты и обеты безбрачьи, а потом их нарушали. И прекрасно у них все было. Есть такой человек в буддизме, я не ручаюсь за точность истории, Геши Цинлей, который преподавал, значит, что-то в России. А потом, насколько я помню, вот он сложил с себя титул Геши, посланник Далай-Ламы, и вообще там на ком-то женился. Ничего. Живет в себе припеваючи. Вообще обеты не такая проблематичная штука. Вот в иудаизме существует особая процедура освобождения от всех клятв и обетов. Вот. С некоторыми истинными клятвами там не все просто. Вот. Люди, когда они в чем-то клянутся, вообще это малозначимо, хотя даже их мир слышит сильно в такие моменты. А вот если маг там произносит клятву, особенно скрепляет ее словами, там клянусь силой, и сила его слышит, и слова, и значит, и как бы, вот, там, в этих словах что-то есть, вот, то это будет что-то значить. Если слово не держишь, то и внешний мир ему не подчинится на постоянной основе. То есть, внешний мир обычно, то есть, тут верно, но смотрите, дело не в слове. Внешний мир, то есть, любой человек может передуматься, да, то есть, внешний мир подчиняется не слову. Внешний мир слушает силу намерения. Если человек не держит слова, то сила его намерения невелика, и целостность личности тоже невелика, потому что, как бы, но. То есть, что такое держать слово? Держать слово, это значит, что есть некая проблема с обетами и клятвами. Значит, если вы даете обет, то вы нынешний расписываетесь за вас завтрашнего, согласны? Тикей, у вас есть какое-то имя, чтобы я вас не по инициалам называл? То есть, можно там просто любое. Кирилл, хорошо. Да, то есть, вот, Кирилл, да, то есть, если вы дали себе слово, вот, значит, да, там, то получается, что вы некоторым образом расписываетесь за будущего себя, который может быть более развитый. Должна ли личность сегодня ограничивать личность завтрашнего? Непонятно, не всегда. Но, если вы не можете дать слово, и ваша личность каждый день меняется, то нету, как бы, целостной личности, не выстраивается истинное «я» и не работает намерение. Поэтому способность дать слово и его сдержать, на это реагирует мир. Мир реагирует на качество, которое позволяет сдержать слово. Если человек все время меняет свои решения, то да, мир как бы, то есть, его будет слышать иначе. А нужно ли давать слово и клятву? Это не обязательно. Понятно? Так что, если встречаетесь вы с каким-то человеком, вот, который там занимается магией и считает себя магом или обладающим силой, и подозреваете вы, что там, скажем, девушка, вот, допустим, у нас, как бы, да, девушек обычно называют в парадигме нашей школы Машей, вот, у нас сегодня есть Маша присутствует, в общем, подозреваете вы, что Маша вам изменяет, не знаете, говорит ли она вам правду, вы сами посмотреть не можете, приходите и говорите, Маша, типа, ты изменяешь? Она говорит, ни за что, вы говорите, с силой клянешься? Вот. Значит, обычно, как бы, в таком случае не обманят. Правда, ни один уважающий себя маг, если к нему кто-нибудь пристанет по любому позовому поводу с кляной силой, не будет этого делать и пошлет в первую очередь вас. Поэтому поступать так не надо. Да? Вот. Вот это я так, немножко, чтобы вас развлечь. Хорошо. Вот. Вопросов по, то есть, мы, как бы, основную теоретическую часть, как бы, вводную, чем мы будем заниматься, зачем мы будем заниматься этим, я надеюсь, разъяснил, пока не разъяснял как. Ну, как это уже мы будем это непосредственно делать? Значит, что я добавлю в процессе этих занятий? Добавлю какие-то личные трансляции, значит, что в конце каких-то, ну, значит, определенных типов энергетики, чтобы было легче вам зафиксироваться. И если, то есть, какое-то количество из вас, если там пойдут кто-нибудь, кто не имеет достаточной базы, вам будет сложно, ну, связывайтесь там, будем, например, там встречаться. Чуть раньше, в начале занятия, или оставаться чуть позже, чтобы вам там дотянуть какую-то необходимую базу. Вот. Хорошо. Что ж, теорию некоторую мы с вами, значит, теорию мы с вами некоторую озвучили. Вот. Теперь приступим к определенной базовой практике. Вот. Значит, Какие можно делать самые элементарные практики, чтобы раскрыться на хату, если с любовью совсем туго? Вот. Прямо сейчас мы, как бы, этим и займемся. И будем, как бы, этим заниматься еще там потом, там, если надо, весь курс. Вот. Можно кого-нибудь позвать. Значит. Итак. Значит. Вот. Хелен, можете быть на сегодня Машей, я не возражаю. Каждый свободный человек может быть Машей, никаких возражений. Хорошо. Итак. Значит, поскольку сегодня у нас занятие открытое, то на открытом занятии, вот, я, возможно, то есть, прямо первым не буду делиться некоторыми совсем новыми алгоритмами. Во-первых, они более сложные, во-вторых, ну, то есть, по понятным причинам сохранения ноу-хау. Вот. Значит, поэтому некоторые из вас, кто уже проходили курсы по анахате, то есть, вы еще раз сегодня, наверное, услышите некоторые алгоритмы общие, с которыми вы знакомы. Вот. Разве что какие-то мы немножечко углубим. Куда сбрасывать вопросы, которые возникнут после занятий. То есть, первое, значит, их можно сбрасывать мне в Viber, то есть, вот, мой Viber там доступен. Да, то есть, я всегда обычно отвечаю. Второе, обычно у нас есть темы там в чате. Третье, можно, то есть, есть там чат, мы сделаем какую-нибудь тему, куда можно сбрасывать вопросы. Третье, возможно, что мы, может, сделаем даже Viber-чат для, значит, курса, потому что на этом курсе я хочу выдавать какие-то постоянные практики. То есть, анахата штука такая, что если практиковать ее, там, раз во сколько-то времени, то результаты будут, ну, как и с остальными вещами, которые практикуешь раз в иногда. Вот. То есть, в жизни людей вообще многие вещи полезно практиковать регулярно. Даже если человек практикует секс, разве иногда, он часто бывает этим недоволен и редко в этом продвигается. А работа с чакрами, она, как бы, иногда не проще, чем игра на гитаре. Вот человек хочет научиться базово играть на гитаре, там, так сказать, садиться и полгода, часик в день этому посвящает. Если кто-то, помните, Гамлет, да, говорил Раскранцу и Гюльтенстерну, да, что вот вы там можете сыграть на дудке, на которой не умеете, или там на люке, не помню, да, значит. Они говорили, нет, он говорит, а на мне считаете, что можете, да, что я проще дудки. Так вот, играть на себе, как на музыкальном инструменте, это не запредельно. То есть, доступно как-то каждому, у вас у каждого есть навык саморегуляции. Но, то есть, соответственно, требует постоянной проработки. Да, можно сделать телеграм-чат. Вот, одноразовые практики, есть одноразовые практики, одноразовые практики раскрытия анахата. Вот, ацтеки в пирамидах делали такие одноразовые практики раскрытия анахаты, требуется обсидиановый нож, и кто-то, значит, чью анахату вы будете раскрывать. Вот, весьма хороший. Хорошо, итак, начнем с базовой настройки на анахаты. Я предполагаю, что все собравшиеся, хотя бы базовый энергетический шар между ладонями умеют создавать. Итак, сейчас, вначале, активируйте свои ладони, то есть, да, там, растерли центры ладони, кончики пальцев, то есть, да, там, центры запястья. Мы создаем, значит, плотный шар, и этот шар пока просто вкладывайте их в центр груди, перенесите, как бы, в центр груди большее количество эфирной энергетики. Да, это еще не сразу активирует анахату, кто чувствовал уже как-то анахату, может туда добавить, значит, именно туда энергию. Кто еще не очень чувствовал, не очень находил сердечный центр, вот, значит, просто вкладывайте их в центр груди. Значит, что я понимаю под центром груди, ну, мы будем говорить центр груди, да, то есть, иногда анахату, значит, говорят, что проведите линию, значит, там, между сосками, но это, как бы, объяснение, рассчитанное на мужчин, и то не на всех. Поэтому, да, берем центр груди, берем зону, где в среднем у вас рождаются позитивные теплые эмоции в эту зону. Попробуйте вложить, как бы, или очень плотных, там, несколько шариков, или если они плотных, то побольше, пока вы не почувствуете, что сама эта зона у вас активировалась и разогрелась. Есть? Понятно задание? Хорошо. Действуем. Спасибо. 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 Просто спокойно заряжайте Анахату, я в такие моменты отключаю ее, чтобы вам еще не мешало. Должны закрыть глаза и работать с собой. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вы подносите поле и чувствуете, что поле вступило в резонанс. То есть, что зона грудины отзывается в руках, руки отзываются в зоны грудины. Дальше существует... Мы как бы зацепимся за чакру в несколько этапов. Проблема в том, что большая часть людей, которые работают с чакрами, с моей точки зрения, с чакрами никогда не работали. То есть, что я имею в виду? Значит, я сейчас какой-то этот... Я же говорю, что решил убрать какие-то последние личностные обеты и ограничения. Завел Инстаграм, там может быть и Фейсбук заведут. То есть, там что поделать в Кали-Югу и не такое люди делают. Так вот, там пишу этот некоторый цикл заметок, с чего начинается магия. То есть, магия в чем-то начинается с искусства не путать. Там мягкое с теплым, созданное существующим, там глюки с реальностью. Значит, человек может создавать некую мыслеформу с заданными свойствами в каком-то пространстве чакры, ну, в то блокусе, где должна быть чакра, или найти там реальные энергетические структуры. Значит, если человек создал интерфейс, мыслеформу, обозначил ее, создал договор, что при этой мыслеформе, значит, будет происходить такие-то, такие-то эффекты, оно будет работать. Но человек на самом деле по-настоящему с чакрой не работал. Он работал с мыслеформой чакры, созданной на другой частоте. То есть, человек, представляющий себе зеленый шар на анахату, поместивший туда внимание и работавший с ней иногда годами, возможно, что никогда не попадал по-настоящему в анахату полноценному. Значит, и можно найти чакру и обнаружить то, что соответствует этим структурам на самом деле. Как вещи, независимые от вашего сознания изначально, но то, что присутствует в вашей энергетике. На деле большинство людей, что с ними происходит? Они вначале создают в чакре некую мыслеформу, значит, а потом на базе, значит, этой мыслеформы, они туда помещают много внимания. За счет мыслеформы в зоне там много энергии, они начинают уже слушать что-то кроме мыслеформы. Но очень многие из-за этого на самом деле с чакрами не работали по-настоящему никогда. И эффекты поэтому не столь значительны. То есть это грустная новость. Я в свое время был уверен, что тоже там прекрасно работаю с чакрами. Вот, значит, и пока там не встретился с какими-то хорошими практиками, я так на себя там вух, там что-то говорит, я сейчас наложу на себя защитную руну, что я сделал? Ну, не говорю, человек мне говорит, о, там прикольно перекрыл себе Вишутха чакру, зачем ты это сделал, непонятно, но, значит, здорово, что у тебя там и так получается, может пригодиться для того. Или я там говорю, вот, я сейчас там долго делал, я вот чувствую, что у меня там точка сборки вот там-то и там-то. А где она? Мне говорят, ну, вот там-то, да, там, значит, я-то думал, что она там на Сахасраре, говорят, ну, сейчас вверх она хаты. То есть не все ощущения, которые у меня были, соответствовали определенной реальности. Да, то есть, но, с другой стороны, со временем, когда реальность принимаешь, получается и возможность реального прогресса. Реальный прогресс, он иногда идет не такими темпами, как рост самооценки в воображении, но часто результаты его лучше. Значит, поэтому мы будем проходить вот то, что называется, ну, то есть вот в истинную, то есть в чакру постепенно. Значит, сосредоточьтесь на зоне, значит, почувствуйте некоторый контакт поля ладоней с грудиной, сосредоточьтесь на зоне, в которой есть контакт, попробуйте по возможности немного отбросить ощущения физического тела. То есть между ладоней есть некая субстанция, попробуйте почувствовать не просто физическое ощущение, да, что у вас потеплело в груди, но что в этом объеме присутствует некая энергетика. То есть перенесите внимание больше с физического в энергетическое. Эта часть понятна, да? И теперь мы будем искать анахату через ее естественные свойства. Естественные свойства анахаты самые простые – это аспекты любви. Значит, анахата имеет так называемые три частотных диапазона, связанные с любовью, и это прорабатывается по-разному в буддизме, например, где с этим работают глубоко в майтри, значит, или в создании вот различных этих высших эмоций. Значит, есть любовь к себе, есть любовь к другим, друзьям любимым, есть любовь к миру. Это все связано с аспектами любви, но это разные зоны анахаты. Значит, одни школы говорят, начинайте с любви к себе, потом с любви к врагу, потом с любви к кому-то еще для зарождения каких-то част, другие говорят, начинайте с друзей, третье – начинайте с мира. На самом деле неважно, с чего вы начинаете, вы должны начинать с того, что у вас получается. Допустим, вы сейчас никого не любите, все бабы дурцы считаете, все мужики – козлы. Но когда вы думаете про котиков и пингвинов, значит, особенно пингвина с котиком на руках, у вас как бы вы чувствуете бесконечную нежность к мирозданию. Значит, дальше. Или, значит, вы не любите ни котиков, ни пингвинов, но когда вы думаете о том, чтобы порадовать себя, вам становится здесь хорошо. Или как бы вы ни себя, ни мир не любите, но очень любите Васю и Машу. И когда думаете о них, то здесь вы чувствуете, все разворачивается. Так вот, сосредоточьтесь на этом пространстве и сосредоточьтесь на том объекте, который вызывает у вас любовь без амбивалентных чувств. То есть не то, что вы его одновременно любите и ненавидите. Не котики, которых вы можете любить и ненавидеть. Ну, шучу. Вот что-нибудь. То есть именно аспекты мира, желательно одушевленные и живые, люди или вы сами. Значит, попробуйте почувствовать некоторую зону, значит, где возникает вот это чувство любви. И она возникнет, как некоторое ощущение, как определенная вибрация. Значит, у этой вибрации будет компонент физический, ну, например, там тепло в теле или расширение. А будет компонент энергетический, что как бы когда вы сознанием ныряете, погружаетесь в это тепло и расширение, значит, вы чувствуете, что вы попадаете в некое пространство. То есть что есть, что у этого тепла и расширения при концентрации на вот этой энергетической зоне будет что-то еще, не только физика. Какой-то еще слой. Вот, понятно? Выберите ту зону, то есть которая у вас связана с любовью, и как бы попробуйте любовь ощутить. Так, есть. Хорошо, действуем. Я немножко потранслирую на вас. Видео выключаю. Работаем. Продолжение следует... 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 что есть, возникает ощущение, что за этими физическими ощущениями есть как бы как внутреннее пространство. Сработал ли у вас какой-то из локусов, любовь к себе, любовь к другим, любовь к миру. Так, а кто из вас, значит, давайте так, первое, какая из этих зон, значит, работала у вас лучше всего? То есть на что работало легче всего? Выше середины живота ощущения не появилось. Интересно, у вас, Алик, вот это все ощущения любви к себе, к миру и к людям, они завязаны на середину живота? То есть именно в груди ничего, да? Котики. Кому хорошо сейчас? На любовь к ребенку? Отлично. То есть мы даем искру зажигания. Теперь скажите мне, вот эта зона, которая сейчас ощутилась, она, значит, она как бы, вот допустим, то есть вы почувствовали некоторую зону и внутри нее, вот допустим зону, внутри нее какое-то пятно, какой-то участок отвечает за любовь к миру, какой-то больше резонирует за любовь к себе, какой-то за любовь к друзьям. Это одни и те же участки или просто ощутили небольшой участок, вот, и ничего больше. То есть у кого как бы это участок в большем как бы объеме, у кого это просто вот весь объем этим был занят. То есть, ну все-таки те, у кого есть опыт, обычно вы чувствуете и объем, и в нем зона. Просто объем, хорошо, просто объем, нормальный. Просто объем нормальный, хорошо. Окей, значит, ну обычно это зоны, между ними есть связь. Можно говорить, что это там типа континенты на одном глобусе. Хотя анахата на самом деле это сложная структура. Дело в том, что когда говорят про чакры, то говорить про чакры, как говорить про сердце. Да, в сердце есть предсердние желудочки. Да, там, вот, в желудочно-кишечном тракте есть много чего. В мозгу там есть полушарие. Поэтому, когда говорят про чакры, ну это как бы с такой примерной точностью до глобуса. Вот, котики пониже. То есть, вот, любовь к людям, вот, у Игоря, у Рогвальда выше, чем вот, любовь к котикам. Поразительный вы человек. Значит, итак, хорошо. Теперь смотрите, что мы сейчас с вами делаем. Если кто-то испытывал ощущение тяжести энергии, то здесь две вещи. Или у вас в анахате слишком много заблокированных зон, и попытка просто воткнуть туда внимание, просто любая ее активизация сейчас вызывает столкновение с вот этими напряженными зонами. или, значит, у вас в попытке ощутить анахату, вы туда направили слишком много внимания и старались. То есть, скажем, вот Таю, не знаю, почему вот у вас тяжело и неприятно, не знаю, как там, вот, понимаю, что у Анастасии, да, то есть вот у вас, то есть, скорее всего, то есть, внимание, которое вы туда втыкаете, и должно быть мягким. Анахата не любит жесткого внимания поначалу. Окей. Теперь... Да, то есть, это как бы вот, это значит, смотрите, Настя, что вы сейчас сделали? Вы активировали аспект любви, вот, значит, и как только, то есть, смотрите, вы активировали что-то на котиков, у вас пошла любовь в доме, и в доме. И, да. Да. Не, да. Ну, да. Продолжение следует... Итак, еще раз. Вот сейчас все есть, да? Сейчас видим. Значит, если болевые ощущения под левой лопаткой, то, скорее всего, как бы анахата перегружена, может быть смещен позвонок, можно проверить сердечно-сосудистую или какие-то блокировки, как только вы. То есть, Настя, вы слышали, да, что я сказал или висела? То есть, что значит, что как только вы блокируете энергию, которую могли бы направить, возникают болевые ощущения. Болевые ощущения – это всегда попытка заблокировать энергию внутри чакр. Ну или не дать ей зайти. То есть, вы активировались на котиков, избыток энергии пошел в зону к людям, а втан вы сразу обрубаете. Значит, вот, Алекс, что конкретно с вашей мамой, то есть, я не знаю, как бы, то есть, если в анахате возникают дискомфортные ощущения в процессе, сильно дискомфортные, мы выполняем базовый рассеивающий паз. То есть, вы активируете ладони, прислоняете ладонь, активируете, значит, устанавливаете контакт ладонью, значит, с грудью, с той зоной, вот именно на груди, где вообще ощущаются вот эти все эмоциональные резонансы. Установив контакт, что вы подвели руку, рука ощущается в теле, тело ощущается в руке, вы начинаете делать очень медленно рассеивающий паз. То есть, паз по спирали от центра к периферии. Важно, чтобы паз был не слишком быстрый, слишком быстрый, это вы махаете рукой, не слишком медленный, вы добавите, как бы, энергию. И делать его в том направлении, в котором вы чувствуете, что избыток уменьшается. Это первая часть. Вообще, рассеивающие пазы в районе анахаты хороши, даже если проблема эмоциональная. Есть? Понятно. То есть, техника безопасности базовая, понятно. Следующее. С чем мы работаем? Вот. Теперь смотрите. Следующая работа, она будет интересна. То есть, вот, значит, и... Что вы сейчас делаете? Вы сейчас настроитесь на зоны анахаты, те, с которые беспроблемные, а в остальные не лезьте. Настроитесь на зоны, которые беспроблемные. Значит, попробуйте подумать о ком-нибудь, значит, кто к вам относится теплом, или о ком-нибудь, значит, кому вы относитесь теплом, и попробуйте ему, настроившись на эту зону, анахата всегда, как и все чакры, надо искать через их действия, что-то пожелать хорошее. То есть, или как бы подумать, хорошо, что ты есть, там, желаю вот добра, там, тебе. И, значит, там, ну, например, там, если это котик, желаю добра этому котику и вообще, там, всем представителям котика, да, там, сказать, желаю тебе, там, добра и радости, хорошо, что ты есть, будь. И задача почувствовать в анахате некоторый разворот. Или вспомните, значит, если вам сейчас есть, там, какой-нибудь человек живой рядом, можете ему сказать, скажем, типа, Вася, скажи мне, что ты, значит, там, там, меня любишь, значит, вот, я там лучше на свете, и, там, поклянись в этом силой. Значит, если Вася вам это искренне скажет, почувствуйте некое ощущение разворота в анахате. Понятно, какое ощущение нужно поймать, да? Теперь, смотрите, разворот в анахате, когда он начнется, пожелайте, пожелайте, значит, чтобы он усилился, ни в коем случае не пытайтесь его волей развернуть. Разворот в анахате не требует, он не любит, когда в него именно вы воткнули волю и говорите, там, оно развернулось, да, это все равно, что там прибежать с автоматом, а потребует, чтобы вас любили. Вот, не получится. Скорее начните думать о еще чем-то хорошем, о еще чем-то чудесном, что будет вспоминаться, и просто соформилируйте желание. Я желаю, чтобы разворот в анахате продолжался вот в тех границах, где мне сейчас это комфортно. Когда вы почувствуете разворот, у вас возникнет ощущение, что такое разворот, что не только расходится какая-то зона на тактильном уровне тепла или света, но что вы почувствуете, как будто как некоторая субстанция, как некоторые структуры действительно активируются. Вот это слово разворот, распускание цветка, его не так просто использовали, оно действительно как-то отражает вот эту феноменологию. То есть это не цветок, это там не, не знаю, щупальцы, но это, да, ощущение некоторой субстанции и структур, которые как бы увеличиваются в объеме, распаковываются. И вот этим структурам надо позволить развернуться и их поддержать. Или думать, как мы их поддерживаем, например, радостью. Они разворачиваются, и меня радует, что они разворачиваются. От того, что они разворачиваются, радости возникает еще больше. От того, что есть больше радости, я могу еще больше с благодарностью подумать о тех, кого люблю. И просто этот разворот увеличивать мягким вниманием. Понятно задание? Когда зона развернутая станет большой, воткните туда внимание, проникните вглубь этой зоны, и этой зоны начните вдыхать из пространства, значит, спереди и сзади, сверху и снизу, справа слева, как бы со всех сторон начните вдыхать. И почувствуйте, какой участок в этой зоне лучше всего принимает энергию. Неважно какую, просто вот так сделайте ей вдох. Тем участком, который будет работать лучше всего, заполняйте вот уже весь объем, который вы ощутили. Понятно задание? Разворот, усиление разворота, ощущение объема, вдох. Поехали. Продолжение следует... 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 Запитывайте тот объем, который вы ощутили. Ну что, получилось что-то? Есть разворот? Какой? Болезненный? Безболезненный? Удалось ли почувствовать объем? Удалось ли его как-то запитать? Удалось ли почувствовать объем? Или эмоционально хорошо, а на физическом уровне больно? Окей, хорошо, понятно. У остальных что? Удалось ли как-то заполнить объем? Чувствуйте ли вы сейчас себя прочнее? Теперь смотрите. Однозначно, что физически чуть давяще это понятно, некоторые плюсы распирания в энергии. Есть, Наташа, да? То есть заполненность есть? Удалось туда потянуть какое-то количество энергии? Очень хорошо. Теперь смотрите. Делаем практику, я сейчас вам в этой практике помогу. Значит, мы сейчас с вами немножко поработаем с тем, что называется 22-й аркан на анахате. То есть и это некое очищение анахаты тем, что называется настоящее время. Значит, в чем особенность анахаты? Вообще эмоции. В скольки временах живет человек обычно? Одновременно. В трех. То есть человек что-то вспоминает, человек, значит, человек что-нибудь, значит, о чем-нибудь прогнозирует, и человек на что-то реагирует в настоящее. У меня просьба к вам сейчас. Попробуйте вот сейчас просто повспоминать какие-то события своего сегодняшнего дня и эмоции. Да, то есть анахатные, да, там приятные и неприятные. И скажите мне, в процентном отношении, какое количество ваших эмоций было связано с прошлым, какое с настоящим и какое с будущим? Спасибо. 40 с настоящим. 50% эмоций у вас было связано именно прямо с настоящим, тем, что происходит прямо-прямо. Прямо сейчас. Уверены ли вы, что это было актуально и настоящее? То есть, значит, настоящее, как бы вот настоящее, да, человек приходит и говорит мне, то есть, там, привет, вот тебе букет цветов просто так. Это настоящее. А если я, например, работаю с анахатой и у меня возникает мгновенная мысль, прогноз, люди будут пользоваться моей любовью и я чувствую дискомфорт, это не то, что связано с настоящим, да, это то, что уже связано с очень быстрым прогнозом. Вот здесь это надо тонко отличать. Значит, обычно людям говорят всяческую хрень из серии «будьте только в настоящем», значит, реагировать на прошлое и будущее плохо, там совершенно ужасно, надо быть в настоящем, иначе вы там вообще не человек, там, не о чем с вами говорить. Это не так. Без нормальной реакции анахаты на будущее никакого планирования не будет. Без реакции на прошлого не будет анализа. Проблема в том, что мы должны это контролировать, и во многих случаях человек тратит, вот, больше тратит, чем вырабатывает ненужное количество энергии, значит, реагируя на то, чего или уже ушло, или то, что, возможно, никогда не будет, потому что будущее, по поводу которого люди испытывают эмоции, чаще всего никогда не наступает. Вот. Значит, поэтому сейчас мы с вами проведем некоторую приятную практику, и, значит, эта практика будет связана с некоторой балансировкой вашей анахаты в настоящем времени. Итак, вообще человек, пребывающий в настоящем времени, он может быть достаточно позитивен. У большинства людей в западной цивилизации, когда вы накормлены, сыты, у вас есть, что кушать сегодня, есть, что кушать завтра, и когда мы говорим настоящее, вот то, что происходит в эту секунду, если вам не выдирают зуб в этот момент, она редко бывает такой уж мучительной, да, вот, значит, поэтому обычно как раз в настоящем времени вы крайне редко страдаете. В настоящем времени большинство находится в позиции человека, который падает там с девятого этажа, на уровне пятого его спрашивают, как дела, и он отвечает, so far, so good, да, там, типа, чем дальше, тем лучше. То есть, поэтому как раз в настоящем времени обычно не происходит ничего плохого. Значит, итак, мы с вами сделаем сейчас постепенный вход в то, что называется 22-й аркан, и мы немножечко определенным состоянием приведем вашу анахату в лучшую форму, вот, чем она бывает. Значит, смотрите, первая часть, вот, я хочу сейчас, чтобы вы конкретно подумали несколько минут о прошлом и ощутили, вот, прошлое. Дальше вы подумаете, несколько, не знаю, полминуты, вы подумаете о будущем, ощутили, вот, будущее. После этого я хочу, чтобы вы подумали о всем вашем опыте и умениях, значит, например, что вы там умеете делать то, 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 знаете, что мир такой, что после зимы наступает лето, что там, не знаю, вот, значит, женщины прекрасны, мужчины совершенны, а котики лучше всех. И дальше, чтобы вы подумали о наборе самоидентификации, значит, чтобы вы подумали, сейчас это не глубокий вход, потом поработаем глубоко, чтобы вы поработали, подумали, кто я, да, чтобы вы почувствовали, я там, значит, не знаю, там, мать, там, программистка, там, жительница того-то, того-то, друг Васи, Пети, Коли, понятно, да, то есть самоидентификации, опыт, прошлое, будущее, чтобы вы немножко ощутили вот эти четыре сферы. Понятно задание? Просто потому, что, когда я вам скажу потом все это отбросить, вам должно быть понятно, что отбрасывать. Есть? Хорошо. Поехали. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Если пройти по нему внимание и отбросить себя, вы почувствуете, что вокруг вас как бы есть система сознания мира. Кто не умеет, просто расширьте внимание далеко за пределы вашего тела, попробуйте почувствовать, что вокруг вас большой внешний мир. Сосредоточьтесь, можете использовать ладони на настоящее время. Для этого можно прислушаться к ощущениям в теле. Можно прислушаться, как дыхание касается на вдохе и выдохе кончика носа. И ощущать, что эти все изменения происходят сейчас. Сейчас всегда динамично. Вы чувствуете, что вы сейчас вот такое ощущение на кончике носа. Сейчас немножко другое. Вы просто это отмечаете. Вы не прогнозируете, какое оно будет. Вы не думаете о том, какое оно было. Вы чувствуете, что есть постоянная динамика. При этом вы отбрасываете ощущение, все мысли о прошлом. Прошлого нет. Оно было. И мы нет. Мы убрали все прогнозы. Мы почувствовали весь опыт, как некоторое целое. Все, что мы знаем о мире. И мы его отбросили. Мы почувствовали все представления о себе, и мы их отбросили. Как бы, как отбрасываете их, как если на вокзале вы пытаетесь прислушаться к нужному сигналу, есть посторонние, вы их откидываете вниманием, уводите с них внимание. Деактуализируете их сознание. Вы расширили сознание. Ощутили, что есть сейчас. Что здесь и сейчас возможно все, что угодно. Ощутили, что есть сейчас, которое постоянно возникает. Если нет прошлого и нет будущего, постоянно возникает сейчас. И это сейчас может стать любым. Может принять любую форму. Используйте смысл расплавленного воска, глины, способный принять любую печать. И почувствуйте, что сейчас вокруг вас множество людей на этой планете живут здесь и сейчас. Просто ожидают, что будет. Испытывают вот эту готовность к новому опыту. Что будет неизвестно, что было прошло. Отбросили опыты самоидентификации. Есть готовность стать любым, чисто и настоящим. Вы чувствуете, как поток этого состояния начинает входить в зону ванахат. Вы приглашаете его туда или можете тянуть его со вдохом, создавая доминанту шарфа. Отбрасывайте, если возникают сомнения, а получится ли практика. Отбрасывайте мысли, а я знаю, что это такое. Отбросьте опыт, который был. Неизвестно, как получится сейчас. Отбросьте ожидание о том, что будет. Отбросьте знания о себе. Это состояние хоть на долю секунды сейчас испытывают другие на планете. На планете 8 миллиардов человек, входя в это состояние, с кем-то вырезаниваются. Ощутите вот это состояние чистого настоящего. Чистой аморфности, рождающей себя. И вот это состояние плавно проводите на вашем анахате. Пусть оно само заполнит те зоны, которые нужно заполнить. Вы почувствуете, что какие-то зоны начинают растворяться и плавиться. Не позволяйте появляться беспокойству или прогнозу, что будет, сомнения. Создайте ощущение, что эта энергия может рождаться или внутри анахата и заполнять, или приходить снаружи. И тогда она должна по слоям проходить вглубь, через центр груди и до центра спины. Проводите. Действуем. Продолжение следует. Продолжение следует... 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 Тяжесть в голове... Продолжение следует... 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 Да, значит, смотрите, анахату не надо заставлять, надо разрешить себе, насколько-то себя заставлять не надо. То, что вам мешает поместить анахату в настоящее, это сторожевое внимание. Если бы это была простая практика, которая бы у всех получалась с нулевого раза, то мы бы жили в очень счастливом мире. Этим надо позаниматься, конечно. То есть это просто... У нас все-таки сегодня ознакомительное занятие. Да, то есть там давит прошлое. От этой практики хочется расплакаться. Это очень хорошо, базовая ситуация. Значит, смотрите, как часто возникает вот этот аспект расплакаться. Человек внезапно получает в анахате избыток энергии, который не может сразу трансформировать или удержать. Этот избыток энергии разряжается через тело, обычно через плач. Откуда возникает этот избыток? Первое, значит, что заработало. Второе, это значит, что были куски анахаты, которые были маркированы как бы другим временем. То, что в анахате были куски, которые маркированы другим временем. То, что маркировано другим временем, не меняется. Когда вы самостроили прошлое с настоящим, поцеловали спящую красавицу, значит, по символическим мифам, происходит передача импульса, временные потоки сравниваются, и поток как бы из временного пузыря. То есть, вот, ну, куска анахаты, где будет, как бы, зона неизменного времени, замороженного, оно отдает свою энергию в настоящее. В настоящем появляется избыток анахаты, это, конечно, можно как бы расплакаться. У меня поэтому, когда я приезжал на семинары, то есть, вот, там, у меня же еще там со своей привычки, там, со всеми поделиться анахатой, кого-нибудь обнять, так, значит, у меня там потом люди плакали регулярно. Мужчины, женщины, вот, и до сих пор плачут. Что поделать? Вот. Ничего страшного здесь нет. Вот. Главное, эту свою анахату не оценивать негативно. То есть, что с этим делать, я потом расскажу. Ну, то есть, примерно принцип некоторой гармонизации сейчас понятен, да? Теперь смотрите. Мне вот интересно. Ребят, здесь же есть те, кто проходили курс по анахате, и вы вроде бы уже с этими техниками в той или иной форме знакомы. Вот, когда делаешь и возвращаешься к базе, там, иногда годы спустя, чувствуется что-то другое, другие оттенки? Да, то есть, видите, техники те же, вы другие. Ну, так оно и бывает. Большая часть чувств к людям в настоящем. И чувств, то есть, очень многие люди, которых вы не наблюдаете в настоящем, чувства к ним базируются на прошлом или на будущем. Когда переводишь себя в настоящем, чувства почти всегда другие. Настоящее, все настоящее, Миродай. Но это так, вот с этим надо разобраться. Вот, что настоящее, с этим надо разобраться, это просто выходят за рамки конкретно сегодняшних задач, сегодняшнего занятия. Если надо, обсудим. Теперь смотрите. Делаем еще некоторый фокус. Дополнительная страховка от глюков, выстраивание интерфейса. Обычно вы сейчас наблюдали анахату внутренним взором, да, и, значит, возможно, через тактильные ощущения, ну, примерно, чем в ее проекции, в центре груди. При этом вы ощущали некое внутреннее пространство. Проблема, когда вы погружаетесь во внутреннее пространство, как отмечить, что это действительно, ну, что из этого интерфейс, что из этого реальность, что из этого мыслеформа. Как себя подстраховать? Себя подстраховать можно, совместив канал внутреннего взора с внешним тактильным каналом. Вроде бы простой секрет в работе с чакрами, но, знаете, как бы, то есть оно всегда в этом мире, оно все в дюансах и мелочах. Значит, сейчас мы делаем такую вещь. Активировали ладонь. То есть сделали ладонь слушающей, да, поднесли ладонь к ладоню, неважно правую или левую. Чувствуете, что вы слышите излучение, да, даже мысленно увеличили размер поверхности ладони. То есть я вас учил вот этому базовому форме, значит, локатор, почувствовали, что каждый сантиметр кожи расползается и становится все больше и больше. Да. Кирилл, нормальное, да, впечатление? Значит, итак, подносите ладонь, скажем, к лицу. Медленно-медленно ведете. Слушая, как бы, изменения. И когда вы будете проходить через анахату, она активирована, вы почувствуете активно излучение, как бы, как оно касается ладон, будет чувствоваться некоторая зона. И вот эту зону сейчас просканируете ладонью, то есть как просканируете. Ощутите ее границы, вот где она ощущается наиболее плотно. Попробуйте просканировать ее, например, кончиками пальца. Значит, скажем, уточкам. Ощутите ее центр, вверх-вниз. Подвигайте рукой к себе, от себя, как бы, где вы чувствуете, значит, как меняется ощущение. Приблизьте ладонь. Возникнут ощущения какие-то в глубине. И попробуйте держать внимание сейчас, как бы, в двух, значит, держите внимание на анахате внутренним взором, а ладонью, вот, ее исследуйте. Внутренний взор нейтральный. Не формируете никаких мыслеформ. Ваша задача, чтобы вы ладонью попытались дать туда энергию, дать энергию в какой-то край, раскачать, что-нибудь с ней поделать. И важно, чтобы от вот этой работы ладонью у вас как-то это отразилось в том внутреннем пространстве, где вы видите анахату. Понятно? То есть мы сейчас не изнутри вниманием ее меняем, мы ее созерцаем, ладонью что-то делаем и смотрим, как меняется созерцаемое. Есть? Просто ее поизучайте. Правую сторону, левую, там, передний край, дайте в нее немного энергии, вот, посмотрите, какое ощущение, как бы, вот этой эфирно-австральной энергии под ладонью, мягкая, приятная, колючая, зажатая. Поделайте рассеяние, но главное, выстроите контакт. Есть. Поехали. Действуем. 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 Продолжение следует... 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 Это как бы некоторый секрет. Ну, не то что секрет, просто ряд людей это. Да, значит, дальше теперь смотрите. Тогда вы сможете изучать, значит, вот эту зону. И какое будет ваше домашнее задание. Вот вы берете, допустим, ощутили тактили на зону. И вы начинаете в зоне. Что такое осознание и лучшее восприятие? Можно говорить, что, значит, восприятие, чем лучше, чем лучше его разрешающая способность, детальность. И вы от пятна, вот, значит, будете работать. Попробовали, там, из ладошки, позапитывать верхний край, там, нижний край, средний край, внутренний край, центр. Да, то есть поработайте тактильно с проекциями этой зоны, совмещая их с раскрытием и настройкой вот на медитацию на эмоциональных функциях анахаты. И сейчас, смотрите, последняя практика на сегодня. Значит, у анахаты, как у всех чакр, есть свой ритм и своя скорость. Но для анахаты это наиболее важно. Знаете, как переводится анахата с санскрита? Безударный звук. Ага, а что такое безударный звук, Миродай? Ну, как бы, да, нетронутый, да? А это отрицание обычного санскрита, там, ахинцы, непричинение зла, да? И что же значит звук, который возникает без триггера, относительно анахаты в аспекте практики? От чаши поющим возникают после триггера, когда вы по ней стукнули. Вечно пребывающие, да, верно. Автономность. Ну, он возникает все равно по причине, да, то есть это звук, чаши. Значит, смотрите, здесь два аспекта. Философский аспект, что истинная анахата, это те эмоции, которые пребывают в анахате без триггеров. То есть это некая эмоция, которая не завязана на прошлое, будущее или даже настоящее, то есть которая не реактивна, а которая есть сама по себе, изначальное блаженство. Все остальные эмоции реактивны, происходят как реакция на что-то. Но есть эмоции, которые есть сами по себе, это как бы истинное наполнение анахаты. Не то, что на это можно выйти вот сразу. Вот просто так взять и сразу ощутить. Второй аспект, технически, как мы с этим работаем. Технически мы с этим работаем вот как. Так, это созерцание внутренних звуков. К сожалению, значит, я не понимаю, как провести эту практику с вами в аспектах занятия. Ваша задача будет купить себе очень хорошую берушу. Или найти какую-то комнату, где есть абсолютная тишина, где вы не слышите по возможности даже звука собственного дыхания. Значит, вы, значит, поделаете эту медитацию, те, у кого есть время и возможности. Вы там заткнули себе уши, поверх надели какие-то наушники, но заткнули уши так, чтобы не было очень много, значит, крови в ушах. Дальше. В этом состоянии вы, значит, даете поток энергии на анахату, концентрируетесь на вот этом чувстве какой-то любви и слушаете внутренний звук. Вначале у вас будет шум, биение, но потом, через какое-то время, сейчас это занимает время, появляется определенное, ну, как бы гудение или звук музыкального инструмента, звук, который как бы есть сам по себе. И вот эту вибрацию, на нее надо будет настроиться и ее пустить в анахату. Потому что можно открывать анахату, биджаман, тройян, то, что мы поделаем, но именно внутренним звуком, который возникнет при концентрации на этой зоне, это делать гораздо эффективнее, но не у всех он возникает легко. Если не возникнет, не страшно, перед вами останутся другие методы, но кто сможет, попрактикует вот так. Понятно, что нужно делать? Отлично. Теперь смотрите. Значит, последняя штука, значит, на сегодня. Попробуем сейчас посмотреть, значит, ваша анахата сейчас, скорее всего, спокойно. Можете остаться в этом положении, но нужно поизучать. Значит, некоторые, давайте посмотрим, как повлияет на вашу анахату, некоторые чувства разгонки. ОСА вообще несложно, как бы, руки, конечно, при сканировании дают запитку зоны, которую не сканируют, поэтому не надо очень сильно... Да, то есть получается, что у вас анахата, что сильно раскрученная анахата дает поток в руки, руки разгоняются, и как бы в этом сканировании дают свою вторичную наводку. Для точного сканирования это может воззвевать, но для той цели, что нам сейчас нужно выстроить соответствие, это тоже годится. Понятно, да? То есть, а вообще, как бы, просто анахату сканируют мягкой рукой, и как бы не обязательно анахату сканировать по огню, когда вы чувствуете излучение. Вы можете сканировать анахату тестовыми импульсами, сканирование, они не обязательно должны быть неизменяющий объект сканирования. То есть представьте себе, что вы для массажа кого-то внете руками. Да, то есть вы поняли, какие у него мышцы, но чтобы просканировать, да, вы можете его тепловизором там просвечивать, а можете его мышцы помять. Это вызывает реакцию. Это тоже метод сканирования. Для наших целей сейчас оба годятся. Понятно? Теперь смотрите. Настраиваемся на анахату. Вспоминаем какую-то мелодию, которая вас вот максимально радует и для вас ресурсна. Вспоминаем эту мелодию как скорость и ритм. И попробуйте ощущение вот этого скорости и ритма, даже не вспоминая саму мелодию, внести в анахата чакру. Она начнет ускоряться. Проверьте, ускоряется ли она равномерно во всех зонах. И как на вас влияет ее ускорение, то есть по мере того, как она ускоряется. Потом можете оставить в таком положении или замедлить. Понятно задание? И оно последнее на сегодня. Очень хорошо для этого брать скрипичные или гитарные инструменты. Действуем. Раскручиваем, смотреть, какой ритм для вас оптимален. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Ну что, получилось как-то базово раскрутить? Какой ритм для вашей анахаты хороший, смотря для чего? Есть ритм спокойственности, есть скорость, которая будет связана с чувством радости и жизни. Вашим домашним заданием достаточно интересно, с какими-то такими вещами вы не работали раньше. В таком варианте раскручивать сложнее. Вам не эфирку нужно было, а изменить скорость своей анахаты. Ну вот, Наташ, это достаточно несложно сделать. Возьмите какую-нибудь там Банесу Мейтова или что-то, что радует. Вот вы почувствуете, что есть мелодия, от которых она начинает активироваться. Вот разгонка некоторая ведет. И у каждого из вас, значит, состояние анахаты обычно торможение бывает связано со спокойствием, то есть печалью, иногда с отсутствием эмоций. Есть разгонка, которая может быть связана с негативом. Есть разгонка, которая связана с позитивом. Значит, попробуйте посмотреть, какие, значит, изучайте на протяжении недели, держите там внимание и изучайте свою анахату с точки зрения качества энергии и скорости. Особенно во взаимодействиях. Общайтесь с Васей и смотрите, какая сейчас у меня в анахате тип энергетики, какая степень ее разогненности. И вы можете менять состояние за счет двух параметров скорости и типа энергии. Понятно? Дальше. Непонятно. Окей. Допустим, вы чувствуете, что в анахате есть энергия некого качества. То есть, если в анахате у вас, скажем там, энергия качества радости, энергия качества любви или энергия качества ревности, это разное качество. Значит, второй параметр ощущения, который не столько качественный, это параметр ощущения, как бы скорость перемен в самой чакре. Энергия – это некоторая скорость перемен в данном случае, да, то есть будем говорить скорость чакры, да, то есть вот, ну, когда вы слушаете мелодию, мелодия может быть, допустим, быстрой или медленной. Вы чувствуете, что, скажем, ну, там, вот в быстрой мелодии происходит больше изменений за секунду. Так вот, значит, вы можете настроиться на анахату и почувствовать вот ее, как бы, чистоту вибрации. Эти параметры взаимосвязаны, но это не одно и то же. Так понятнее или наоборот менее понятно? Обычно, чтобы задать скорость перемен, многие используют просто мыслеобразно вращающегося пропеллера или ускоряющийся мелодию. Но вообще, как бы, то есть вы, как бы, почувствуете, что как бы, то есть вы можете играть со скоростью перемен. И дальше есть интересное ощущение. Вы приводите себя в позитивное состояние и держите, допустим, сознание ровным, а анахату разгоняете. Это состояние усиливает иммунитет. И ровное сознание, где анахата в позитиве и разогнана, это состояние, где у вас готова по любому поводу, так сказать, возникнуть радость. Но разум спокойный. Можно делать, наоборот, разум, настроенным на позитивное мышление, а анахату спокойный. Тогда разум как бы строит какие-то конструктивные модели, но при этом вы ими не слишком увлекаетесь. Но этой тонкой регуляцией мы займемся потом. Итак, изучать анахату, изучать, как на нее влияет разгонка, регулировать себя качеством энергии и разгонкой, пропитывать ее 22-м арканом, соединить внутренний интерфейс и внешний, просто учиться ее созерцать и работать с энергией, значит, постепенно активировать в анахате зоны любви к себе, любви к другим, любви к миру. Вот столько домашних заданий. Надеюсь, их более чем достаточно. Значит, поскольку занятия у нас открыты, то некоторые практики, которые не предназначены для открытых занятий, я не давал бы, во-первых, потому что они именно не предназначены для открытых занятий, во-вторых, просто потому что ее уже требуют некоторой базы, с которой, собственно, и сегодня пытался вам рассмотреть. Будет ли у нас в следующем занятии более продвинутые методы, более углубленная база? Конечно, как и все обещанное. Думаю, вы поняли как бы из моего объяснения, чем этот курс будет отличаться от предыдущих. Значит, со следующего занятия мы уже начнем подготовку к анасападхате, то есть именно к практике углубленной работы с эмоцией. Если у вас есть какие-то люди, которые считаете, что им этот курс может быть, а, по силам, б, полезен, пожалуйста, нашу политику, политику приема вы знаете. Надеюсь, было интересно прослушать для тех, кто там наше гости. Надеюсь, что что-нибудь для себя новое или интересное услышали и те, кто эту тему как бы не первый раз слышал. Вот. Что ж, всего волшебного. И как бы, в общем, хорошей, открытой анахаты всем и гостям, и постоянным ученикам, и начинающим, и продвинутым практикам. Вот. Знаете, есть такая конфигурация анахаты, которая именно чувствуется как парус, когда вы чувствуете анахату как некоторый разворот ее, внешнюю энергию, как она ее наполняет. Вот такого паруса вам на все ближайшие дни. Всего волшебного, друзья. Доброй ночи всем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!